Приветствую вас, прочитал ваш вопрос и дам, значит, рекомендации по нему. Итак, вашему сыну 19 лет родился недоносенный странный ГМ в виде кровоизлияния, значит, странный головного мозга, я так понимаю. Ставили, значит, диагнозы задержка психоречивого развития. Туговухость первой степени, небольшие проблемы с созрением. Так, ну, обычно, если ставят задержку психоречивого развития, то судьи назначают и соответствующие мероприятия по сглаживанию отставания. Вы говорите, что вашему сыну 19 лет, а диагноз, значит, ПРР, ему ставили, ну, задержку ПРР, ему ставили когда, в каком возрасте. И какие были рекомендации врача, который ставил этот диагноз, не очень понятно. То есть, почему вы озаботились этой проблемой только сейчас, в 19 лет, не очень понятно. Значит, всю его жизнь проводим лечение у невролога. Ну, вот, первый момент, это вот помимо того, о чем я вас хотел спросить. Первый момент. Вы со своим сыном, помимо лечения, разговариваете, вы со своим сыном какие отношения имеете вообще? Вот как вы с ним общаетесь? На какие темы? Какие интересы у вашего сына? Да, я понял, что ему 14, значит, 15 лет, я понял. Но 14-15 лет, это все равно подростковый возраст. И в подростковом возрасте уже есть свои интересы, уже есть свои потребности, уже есть свои взгляды. Вот. И я полагаю, что основная проблема в том, что ваш сын не чувствует себя принадлежным как бы либо в социальной группе. Потому что именно это очень важно для подростков. Далее. Вы сказали, что водили своего сына к психологу, только не сказали к какому. Понимаете, врач должен назначить психолога вашему сыну. Либо это будет детский психолог, который будет работать с ним как с подростком. Либо это будет возрастной психолог, который будет разбирать именно вот возрастные отклонения вашего сына. Либо это будет общий психолог, который просто будет оказывать вашему сыну поддержку, ну, психологическую поддержку. Но мне думается, что если он по своему развитию, по его развитию ему сейчас 15 лет, то полагаю, что начать стоит именно с детского психолога. Потому что, ну, это логично. Это логично. Значит, пробивают курсами препараты. Какие, зачем, для чего. Вот вы говорите, натроп. Вы пишете так, как будто думаете, что психологи, не клинические психологи, не психотерапевты, а психологи, знают о том, какие препараты, какое действие дают. Ну, простите. Вот, например, лично я этого не знаю. Самый синимедик. Вот. Соответственно, меня интересует, как эти препараты влияют на психику вашей волосы. Далее. Значит, начиная с подросткового возраста, стал понимать, что отстается развитие от своих одноклассников. Одноклассников. Так, начиная с подросткового возраста, стал понимать насчет архуру. Домкнулся. Водили к психологу. Еще раз. Какому психологу водили? Кто водил? Сколько раз водили? Считали ли вы, что результат должен быть с первого раза или нет? Понимаете? Потому что, как правильно моя коллега сказала, нужна здесь регулярная, постоянная работа. Это не то, что вот просто сходили к психологу, а значит, и, собственно, все. Тут именно доверие нужно. Тут именно раскрытие нужно. Тут именно, ведь социализация происходит через людей. И если вы хотите помочь своему сыну социализироваться, то нужно, чтобы он построил отношения с психологом. С кем-то, помимо вас. И психолог поможет вашему сыну построить отношения. А так? В качестве одного приема? Ну, я не знаю. Ну, вот получили вы чтение книг. В качестве совета. Совет хороший. Действительно, книги читать нужно, чтобы расформировалась внутренняя речь, чтобы было постоянное развитие. Согласен. Но, а какой контекст-то у этого? Как этот совет личностно окрашен? Как этот совет вплетается в то, что вашему сыну нравится? Вот это вот непонятно. И я надеюсь, что вы с этим согласитесь, что это непонятно. Совершенно. Далее вы пишите, что ничего, кроме чтения книг, не посоветовало. А, ну, в данном случае, тут незаветы нужны. Тут с человеком работать нужно. И меня немного тревожит, что вы говорите, что он донкнулся, и что вы водили его к психологу. Вы его водили. А он хотел к психологу попасть. Знаете, психологическая помощь – это не то же самое, что медицинская помощь. Психологическая помощь – это тот человек сам хочет. Вот либо он хочет, и мы работаем с тем, кто хочет. Либо он не хочет. И тогда, если он не хочет, что бы мы ни делали, результата не будет. Поэтому вашего водилия, и тот, что в свою жизнь проводим лечение у невролога, и что он постоянно принимает препараты, и основное – это неотропы. Ну, вот это вот все заставляет меня думать, что ваш сын довольно несвободный человек. То есть у него вообще свободы как таковой нет. Ну, по крайней мере, так мне показалось. Я, конечно, могу ошибаться. Я не понимаю, куда мне направить сына. Он ни с кем не общается. А чего хочет ваш сын? Вот просто, по факту, чего он хочет? Вот он учится в колледже. Для чего? Что он преследует? Какую цель преследует? Вот. С однокурсниками не общаются. Ну, потому что нет общих интересов. А общих интересов нет, потому что вы все время проводите лечение у невролога, где он чувствует себя не таким, как все больным. Понимаете? И дело здесь не в отставании на самом деле. Правда, если человек понимает, что он отстает в развитии, если он понимает. Он, как правило, пытается догнать. Потому что, ну, отставание в развитии, это как раз таки не осознавание этого. Ваш сын осознавание. Ваш сын осознает. Значит, тут другая причина. Не в том дело, что он отстает в развитии, кстати, вот то, что он учится в колледже и, видимо, учится успешно. Ну, заставляет меня думать, что он, скорее всего, голову у него не все так плохо. Как могло бы быть. Значит, проблема здесь именно в том, что он чувствует себя не таким, как все. А вы тем, что уводите его к психологу, тем, что говорите ему что-то, тем, что лечите его постоянно, препараты принимаете, и надо бы проанализировать, как вы с ним общаетесь, вы формируете у него ощущение, что он не такой, как все. Ну, и отсюда его десоциализация. Дело здесь не в развитии, на самом деле. Общие интересы, они есть всегда и везде, и тут, неважно, какого у тебя развития, если что-то интересное обоим, то на эту тему хотя бы можно поговорить. Можно, на конце концов, общаться с теми, кто, твоего уровня развития. Но он же и этого не делает, правильно? Правильно. А в школе, если у него на 14-15 лет развития, в школе, как он описался. Потом, как бы, ну вот, развитие лет на 14-15, как это проявляется? Мне бы очень хотелось бы это узнать. Как проявляется его вот это развитие? Далее. Значит, учатся в колледже, но с однокурсниками не общаются. Не говоря уже о противоположном поле. Это его угнетает, но себя побороть не может. А побороть в чем? Вот вы говорите, побороть. А зачем себя побороть? Если вы вот именно так вопрос ставите, то ничего удивительного в том, что он не общается с другими, нет. Тут не побороть нужно себя. Наоборот, нужно понять. Что если человек не может общаться с другими, он не может принять себя. Он не может принять себя, потому что он боится, что его осудят, его не поймут и так далее. Он понимает, что он не такой, как все. Если он понимает, что он не такой, как все, то это сформировавшаяся позиция. И эта позиция, в частности, сформирована вами. Вами и его родственниками. И, в частности, вероятно, тем, что, по вашему мнению, он как бы должен себя побороть. То есть, сломать. Ну, то есть, подавлять. Ну, и как вот можно с таким подходом, с кем-то нормально общаться, я вот, если честно, затрудняюсь сказать. То есть, может быть, там и есть какая-то степень отставания, конечно. Но куда более серьезно, тот, он чувствует, что он не такой, как все. А это вопрос, как сказала моя коллега, доверительных отношений с ним. И это не один день. Это не одна консультация, и не две, и, к сожалению, не десять. Это больше. Это вот тот случай, когда психолог друг для него. Психолог – это мостик понимания других людей. И, в первую очередь, понимание самого себя. Психолог – это тот, с кем он принципиально другой. Психолог – это тот, кто воспринимает его как взрослого, как одного, как личность. А вы, ну, интересно, как вы, вот вы говорите, я ходил к психологу. Недавно были у другого психолога. Были. Вы вместе были. Знаете, работа с психологом – это компетенциальность. Это работа, это отряд. Это некая изолированность от других. От вас, в том числе. А получается, что психолог советовал кому? Вам, обоим, читать книги. Не знаю. Это не то, что похоже на психологическую помощь и психотерапию. Ну, не то. Ну, не то, правда. Значит, торговый совет. Какой торговый совет вам дать? Ну, знаете, торговый совет, который я могу вам дать, это, пожалуйста, вы по работе первая с вами. Вообще, вот, именно с вами. Как вы своего сына воспринимаете? Почему он родился с травмой головного мозга? Недоносенным. Где его отец? Как он общается с отцом? Есть ли у него модель мужского поведения? Если нет, отца, но не быть другой мужчина. Есть ли мужчина у вас? Какая у вас атмосфера в семье? Какое место занимает он в вашей семье? Какую роль он играет в вашей семье? Даете ли вы ему возможность там, брать мужское ответственность за свои действия и так далее? Либо вы его жалеете, во всем опекаете и так далее? То есть, это вот все важные моменты, которые, в первую очередь, нужно проговаривать с вами. Потому что, ну, вот, как вы строите свое... Сообщение заставляет меня думать, что у вас слияние происходит с человеком. Мы пошли, мы были и так далее. И я думаю, что это первое. Относиться к нему как к взрослому так, как будто у него нет никаких граблей. Естественно, в пределах его возможностей. Которые знаете вы. Но которые он, может быть, не знает. Эти возможности нужно выяснять психологом. Это первое. Второе. Обязательное привлечение мужчин. Если ему 14 лет, то его модель мужского поведения сейчас является решающей. И кумир кто-нибудь или он. Наглядный кумир. Ощутимый. Мужчина. Желательно, чтобы это был ваш мужчина. Желательно, чтобы он с ним разговаривал, помогал ему и так далее. Но чтобы вы не были против некоторых элементов взрослой жизни. Как научить общаться и не бояться? Как социализировать с сыном? А это не вам уже решать. Это не ваша задача. Это его задача. Работать нужно с ним. Вам нужно занимать определенную роль. Определенную позицию. Ну, в частности, ту, которую я сказал. То есть, например, за то, что все, что его угнетает, что он не общается с другими людьми и с девушками, вот этого всего быть не должно. С вами. То есть, личные границы. Ответственность. И понимание того, что он такой, как ты. Если захочет что-то рассказать, да, конечно, послушайте. Но не нужно давать никаких советов. Здесь. Ага. Учиться, общаться и не бояться можно только через работу с ним. Вы этого не сделаете. Никак. Это его путь. И этот путь ему нужно будет пройти. Есть вопрос в том, готовы ли вы тратить деньги свои. Готовы ли вы тратить свои ресурсы на постоянные консультации с психологом. Вот вы говорите, шесть тысяч вы заплатили. Ну, сумма довольно большая. Например, сейчас мои консультации часово-часовой стоят в десять раз меньше. Я могу поработать с вами, я могу поработать с вашим сыном дистанционно, никуда приезжать не надо. Но я не гарантирую результат, потому что я не детский психолог. Вот. Это так, просто, на заметку, по цене. Вот. Ну, вы можете выбрать другого психолога детства, специализирующегося именно на детях. Но там есть своя специфика, и может не подойти. Потом психолог лучше, чтобы был мужчина, чтобы он мог выстраивать именно доверительные отношения с вашим сыном. А вам сделает понятие, что это регулярные консультации, регулярные беседы, регулярный диалог, в котором отсутствует такие вот, знаете, жесткие психотерапевтические рамки. Это просто беседы. Просто беседы, в которых, в ходе которых человек будет что-то новое для себя поднал. В ходе которых психолог будет зарабатывать азаритет в глазах вашего сына и будет направлять вашего сына ныне наружу. Но предупреждаю сразу, что если вы будете делать так, то придется отказаться от влияния. И вам придется свою позицию поменять. И вам необходимо будет наладить свою жизнь. Потому что вот то, что вы делаете сейчас, я понимаю, что это нужно, но я так же понимал, что эти препараты, они не всегда были полезны. Не во всем. Вот так. Вы говорите, может быть, курсы есть для таких людей. А каких людей, Ирина? От каких людей? Ваш сын такой же человек, как и связь с нами. У него просто есть свои особенности. У него есть просто свои индивидуальные черты. Очень важно, чтобы он себя так воспринимал. И потом, я вас удивлю, но многие молодые люди в 19 лет по возрасту по возрасту тянет на 14-15. Что-то никто ПРР им не вставит. За девочек ПРР. Вы подумайте об этом. Что-то. О ярлыках, которые вешают на людей другие люди. И подумайте о том, не повесили ли вы ярлыка на своего сына уже давно. И не потому ли он не может социализироваться в первую очередь с вами. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы оставили, пишите в личку. Буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.